В Хасавюрте прожёл республиканский семинар-совещание по актуальным вопросам формирования и развития гражданского общества и реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в муниципальных образованиях Северного территориального округа Республики. В мероприятии приняли участие исполняющие обязанности министра по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Гамалей, глава Хасавюрта Зайнудин Акмазов, а также представители администрации муниципальных образований и общественных организаций Северного Дагестана. Приветствуя гостей города, Зайнудин Акмазов подчеркнул, что общественные палаты, различные советы при муниципалитетах, общественные организации – это и есть те органы, которые должны помогать продуктивному диалогу власти и населениям. Я рад вас приветствовать здесь, в городе Хасавюрта. Были рады показать наш центр традиционной культуры народа России. Будете на этот момент представить вообще. Татьяна Гамалей в начале своего выступления сообщила участникам встречи, что подобные семинары уже прошли в южном, центральном и горном территориальных округах Дагестана. Далее Гамалей коротко обозначила основные цели и задачи данных семинаров. Выбрали мы город Хасавюрт не случайно, потому что хотели, чтобы всем было равноудобно и относительно равноудаленный город. Неформальная столица, хотя формально у нас Кизляр считается. Но Хасавюрт имеет очень большое значение для северного территориального округа, вообще для Дагестана. Одна из таких точек, организующих вокруг себя очень много и экономической жизни, и социально-политической, и культурной жизни. Подводя итоги, Татьяна Гамалей поблагодарила всех участников встречи за активную работу и заверила, что Министерство национальной политики Республики Дагестан все предложения представителей муниципалитетов всех четырёх округов республики представит в виде методических рекомендаций по совершенствованию деятельности институтов гражданского общества в муниципальных образованиях Дагестана. Бурлия Цамбеева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».